Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Это 64-й урок. В этом уроке я хочу вам показать модуль табов или вкладок, который позволит вам делать в одном модуле отображение до 10 различных модулей. Это может быть HTML-код модуль или же до 10 различных статей. То есть это компактный вывод вашего материала в одном месте. То есть в любой модульной позиции на вашем сайте вы выводите один модуль табов и в нем размещаете вот такими вкладками другие ваши модули с вашим контентом или статьи. Данный модуль сможете скачать у меня на сайте. Ссылочка будет под этим видео. И давайте установим на наш сайт данный модуль. Загрузить и установить. Модуль успешно установился. Переходим к расширению менеджер модулей. MB2 Modules in Tabs. Переходим внутрь. Сразу его включаем. Заголовок можно скрыть. Позицию, как обычно, я выберу баннер. Дальше. Привязка. Только на указанной. Возьму главную страницу. Так, про стили здесь отдельно сейчас поговорим. Дополнительные параметры jQuery можно отключить. Так как в Joomla jQuery уже есть. И все настройки у нас на первой вкладке Modules. Предлагаю пока настройки не трогать. И сразу же давайте попробуем вывести модули или статьи. Ниже, вот здесь вот, начиная с Item 1, вы можете выбрать в каждой области либо модуль, либо статью. И если мы посмотрим, прокрутим страницу вниз до конца, мы можем вывести с вами до 10 модулей или статей. И давайте попробуем выбрать какой-нибудь модуль. Возвращаемся к Item 1 и напротив слова Modules мы с вами кликаем по списку. И здесь будут отображаться все наши созданные модули. И давайте, например, выведем вход на сайт модуль. Ну и как-нибудь эту вкладку назовем. Во втором табе давайте выведем не модуль, а статью. Опять же здесь в списке отображаются все статьи, которые вы создали. Как-нибудь так же обзовем данную вкладку и нажмем сохранить. Обновим сайт. И у нас вы видите две вкладки. Вход и статья. И действительно выводится здесь статья и вход. Модуль. Вы уже понимаете, да, как это работает. Давайте еще выведем третью. Выведу какую-нибудь статью. Обновляю страницу и у нас уже с вами три вкладки. В двух вкладках я вывел по статье, а в третьей я вывел модуль. Что еще мы можем сделать? Давайте сверху рассмотрим настройки. Первое. Мы можем выбрать Tabs. То, что сейчас у нас есть. И панель. Аккордеон. Давайте кликнем и сохранимся. Обновляю сайт. И вы видите, что у нас теперь выводится вкладками. Вот таким вот образом. Так же не забывайте, что этот модуль можно разместить и в боковой части вашего сайта. Давайте я верну Tabs. И вот дальше интересная позиция. То есть где отображать вот эти вкладки. Кнопки. По умолчанию топ наверху. Бутон. Это будут вкладки снизу. Давайте посмотрим. Вот вы видите, вкладки получаются снизу. И интересный вариант. Это слева или справа. Сохранимся. Обновимся. Вот вы видите, у нас вкладочки слева. Также можно отобразить справа. И здесь можно управлять размером ширины данных кнопок. Первое. Вот это у нас. Это высота. А вот это вот ширина. Вот это ширина наших кнопок. Давайте сделаем 50. Высоту сделал я 70. Сохранимся. Обновимся. Вот вы видите, что недостаточно. Слишком мало я сделал ширину кнопок. Поэтому здесь тоже можно попробовать сделать 70. Обновляю сайт. И вот уже кнопочки смотрятся лучше. Все зависит от названия этих кнопок. Если у вас название длинное, значит здесь выставляете ширину в пикселях больше. А высота, вот я поставил для наглядности 500 пикселей. Обновил страницу. И вы видите, какая часть становится больше. Вот именно вот эта часть. То есть где отображаются наши элементы. В принципе здесь можно ничего не ставить. Там отображаются полностью элементы, статьи или модули. И ничего не обрезается. Вы видите это сами. Поэтому думаю, что этот параметр можно не трогать. Вот это поле не совсем понятно мне, для чего оно нужно. Из описания здесь понятно, что здесь нужно указывать item, это статьи, number. Можно считать, наверное, ID статей, дополнительные ID статей. Честно говоря, без этой опции у меня все прекрасно работает. Не знаю, зачем она нужна, поэтому ее тут пропускаем. Вот эти параметры это уже для продвинутых, для разработчиков. Далее по добавлению модулей или статей, я думаю, вам здесь уже все понятно. И у нас остается здесь еще стили. Стили наших вкладок. То есть цвета текста самого на вкладках и сами вкладки. Давайте для примера выберем цвет. Вы просто кликайте в белую вот эту область. И зажав мышку, вы можете здесь определить какой-то код цвета. Я выставлю везде разные, чтобы сразу наглядно вы понимали, какой цвет за что отвечает. Нажму сохранить. Обновляю сайт. И вы видите, красная кнопка это активная. Вот я кликаю, видите, они становятся такими красными. Это у нас нижний, да, вот этот вот. Зеленый это кнопки в состоянии покоя. То есть когда мы на них не нажали, это вот это. И синий текст на активные кнопки. Это вот это. И, соответственно, желтые буквы на кнопках в состоянии покоя. Это у нас первый вариант. Вот, в принципе, все настроечки данного модуля. На этом я заканчиваю данный видеоурок. И увидимся в следующем. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok